В ходе спецоперации оперативниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов ОМОН за сбыт наркотиков задержаны двое жителей Краевого центра. Деятельность наркоизбытчиков была пресечена в момент заключения очередной сделки с потенциальными покупателями наркотиков. Порошкообразное вещество изъято и направлено на исследование. Экспертиза установила, изъятое вещество является героином. Один из участников группы, ранее судимый за наркопреступление мужчина, заключен под стражу. В отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователями следственной части следственного управления ОМВД России по городу Владивосток возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет и выплату крупного штрафа. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Сотрудниками уголовного розыска Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте на железнодорожной станции Находка в автомобиле задержаны трое жителей Приморского края в состоянии алкогольного опьянения. В ходе личного досмотра и досмотра автомашины стражи правопорядка изъяли пневматический пистолет, медицинские шприцы и героин весом 2,48 грамма. Заехал за шашлыками, там остановили, начали искать, нашли героиня. Правильно я понял, нашли героиня, да? А героиня чей вообще? А для каких целей героиня был? Для личного возраста. По предварительной информации установлено, что жители города партизанско-приморского края приехали на выходные в город Находку. Один из подозреваемых, 38-летний гражданин, ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественного преступления и преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. Ему и принадлежит автомобиль, в котором был изъят героин. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. 38-летний житель партизанско по найму периодически трудоустраивался в рыбопромысловую отрасль «Приморье». При проведении в его доме обыска сотрудники Дальневосточной транспортной полиции изъяли наркотические средства в крупном размере. Наркотики мужчина спрятал на чердаке своего сарая. Сотрудники Дальневосточной транспортной полиции задержали пятерых участников бартерной схемы, в ходе которой жители Амурской области пытались обменять в «Приморье» традиционный амурский наркотик – гашишное масло – на более современную отраву. Центральной фигурой этой истории стал амурчанин, уехавший на заработки во Владивосток. Именно там подозреваемый вкусил новых прелестей портового города. Один из фигурантов данного преступления – 42-летний житель города Белогорска, последнее время проживал во Владивостоке, где он и познакомился с незаконным сбытчиком синтетического наркотика. Подозреваемые работали вместе вахтовым методом на стройках ОТЭС. В октябре прошлого года фигурант приехал в Белогорск и рассказал своим наркозависимым знакомым о возможном приобретении во Владивостоке синтетического наркотика с хорошим эффектом действия. Объектом сделки стал метамфетамин, чаще называемый в наркоманской среде английским словом speed – скорость. Название происходит от ощущений при употреблении. С медицинской точки зрения этот психостимулятор вызывает интенсивный прилив энергии, ощущение физической силы и сверхактивность. Возможно, амурские участники наркопроекта хотели почувствовать именно это, присытившись надоевшим гашишным маслом. Обменная партия экстракта каннабиса, привезенная в Приморье, составила немногим менее 100 граммов. При задержании других фигурантов уже в Белогорске сыщики изъяли не менее солидный криминальный вес. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Находка и управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли деятельность группы лиц, которая продолжительное время занималась наркопреступлениями. Участники группы использовали современные методы конспирации и покупатели-продавец никогда лично не встречались. Операции по купле-продаже осуществлялись с использованием электронного кошелька в сети интернет. После перечисления денежных средств покупателю направлялось сообщение о месте нахождения наркотических веществ. В ходе спецоперации оперативники задержали четверых жителей города Находка, которые подозреваются в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. В ходе обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли наркотические вещества, банковские карты и мобильный телефон. Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники ФСБ и уголовного розыска отдела МВД России по городу Находка. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц в особо крупном размере». Мужчины заключены под стражу. Членам организованной преступной группы грозит пожизненное лишение свободы. Во Владивостоке сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в незаконном хранении наркотиков. При встрече с полицией подозреваемый пытался избавиться от компрометирующих его улик. Мужчину, пытавшегося поймать попутку, полицейские заметили на улице Талалихина. Патрульные решили подойти к гражданину и проверить у него документы. Однако при приближении стражи порядка мужчина начал вести себя крайне подозрительно. Он быстрым шагом перешел на другую сторону дороги, засунул руку в карман, вытащил из куртки непонятный предмет и швырнул его в траву. Эти действия гражданинам не остались незамеченными. Полицейские пригласили на место происшествия оперативную группу и в присутствии понятых вскрыли найденный сверток. Внутри него находилось бурое вещество растительного происхождения. Сам задержанный не смог пояснить, что это, более того, он заявил, что не имеет к найденной травке никакого отношения. Стоит отметить, что проверка личности подозреваемого по базе показала, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Такое совпадение полицейские сочли странным и доставили мужчину в отделение. Если причастность задержанного к найденному свертку будет доказана, у него могут быть серьезные проблемы с законом. Вулкан выходит на столетие 3-3-1, применяет оружие, не реагирует, не останавливается. Выходит на столетие опять. Сотрудники уголовного розыска в рамках оперативно-развитных мероприятий провели контрольную закупку синтетического наркотика «Скорость» у жителя Клороевого центра. Закупка проходила в автомобиле. Во время передачи запрещенных веществ наркоторговцы поняли, что имеют дело с сотрудниками полиции и попытались скрыться. Полицейские организовали преследование. Для блокирования проезда в район были направлены наряды инспектора дорожно-патрульной службы. Водитель Митсубиси Паджеро не реагировала на законные требования об остановке, передаваемые по громкоговорящему устройству нарядами ДПС, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух, однако подозреваемая продолжила движение. Сотрудник полиции выстрелил в колесо транспортного средства. На проспекте Столетия Владивостока иномарка была задержана. В салоне иномарки находились двое жителей Краевого центра, 40-летняя женщина-водитель и ее 30-летний пассажир. У них изъяты наркотические вещества и денежные средства. Оба подозреваемых сейчас находятся под арестом. Возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В партизанском районе сотрудниками транспортной полиции обнаружена плантация культивированной конопли. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержаны двое граждан, которые подозреваются в незаконном культивировании, запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве в районе села Казанка партизанского района Приморского края сотрудники Дальневосточной транспортной полиции обнаружили плантацию, на которой произрастали кусты конопли в количестве 838 штук. За 2,5-3-метровыми наркотикосодержащими растениями осуществлялся тщательный уход. Кусты конопли поливались и пропалывались. Рядом с наркотическим полем оперативники находкинского линейного отдела МВД России на транспорте обнаружили шалаш, в котором находились двое 23-летних жителей Приморского края. При досмотре молодых людей стражи правопорядка обнаружили медицинский шприц, в котором находилось гашишное масло. Вес наркотического вещества составил 7,68 грамма. Охотничье ружье ИШ-18 12-го калибра, патроны и садоводческие инструменты. Подозреваемые неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов и привлекались к уголовной ответственности за совершение как имущественных преступлений, так и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В настоящее время следственным отделом Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Проводится ряд проверок и исследований. В действиях подозреваемых усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 231 УК РФ и статьей 222 УК РФ. 25 лет назад Генеральная ассамблея ООН объявила 26 июня международным днем борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Ежегодно органами внутренних дел России выявляется более 60% от общего количества наркопреступлений в стране. В этом году сотрудниками УК РФ по Приморскому краю выявлено 1256 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 666 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. 286 совершены в крупном и особо крупном размере. Пресечены 838 фактов незаконного сбыта наркотиков. Из оборота изъято 404 килограмма наркотических средств. За совершение наркопреступлений к уголовной ответственности привлечены 737 человек. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя пограничного района, который подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. В ходе обыска изъято более 2,5 килограммов масла каннабиса и 3 килограммов смеси табака с гашишным маслом. Собранные сотрудниками уголовного розыска доказательства легли в основу уголовного дела. Управление МЭД России по Приморскому краю взаимодействует с региональными подразделениями наркоконтроля, Федеральной службы безопасности, Дальневосточным таможенным управлением в сфере противодействия наркоугрозе. Работая по оперативной информации, полицейские города Находка пресекли канал сбыта синтетических наркотиков. Задержаны четверо местных жителей. По месту из жительства обнаружена крупная партия наркотика, подготовленная к продаже. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Приморскому краю пресекли деятельность преступной группы, организовавших сбыт героина на территории Артема и Владивостока. Мужчины заключены под стражей. Возбуждено уголовное дело. В ходе широкомасштабных оперативных действий сыщиками управления уголовного розыска краевой полиции при поддержке бойцов СОБР и ОМОН задержаны члены преступной группы. В ходе обысков изъяты гранаты Ф-1, порох, патроны к огнестрельному оружию, средства связи, компьютерная техника, долговые расписки, фотографии, ключи от гаражей, мест отстоя похищенного автотранспорта. Кроме этого, полицейскими задокументирована и пресечена деятельность задержанных по фактам культивирования, переработки и незаконного сбыта наркотических веществ каннабисной группы. Сыщики установили места переработки сырья, расположенные на конопляных делянах в весном массиве Октябрьского района. Оперативники изъяли беспрецедентную партию культивированной конопли – более 8 тысяч кустов. В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, определяется круг общения и криминальных интересов участников группировки. Проверяется причастность арестованных к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Приморского края. Подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Решается вопрос о предъявлении обвинения с квалифицирующим признаком, совершено в составе организованной группы. Продолжение следует...